Всем привет, друзья! Мы с Саньком посмотрели прямой эфир этого... Кирилла Тереша, у которого синтовые банки такие по 60 сантиметров. Всем привет! Часик в радость, эфир в сладость. Моя фирменная двоечка. Мне, короче, проблема в том, что мне кажется, лично мне кажется, что у него нету чувства самосохранения вообще. Этому человеку вообще по барабану, что с ним будет дальше, он тупо живет инстинктами, как собака, знаете, ему лишь бы сейчас что-то сделать. Он в какой-то секте запрограммированный, в котором его делают фриком. Короче, он только живет инстинктами, ему охота на нынешний момент что-то сделать, а потом... И вообще не думаешь о последствии. Конечно, завтра, послезавтра, ну это не важно. Ему там огромное количество экспертов, врачей говорили, что это нехорошо, а он как будто ни в чем не бывал, такой, да я для себя делаю, ну как бы... Да-да-да, мне больше всего нравится то, что он сказал полгода, я читал про это все, и за полгода я знаю больше, чем врачи, которые учились по 10 лет. Ну это полный абсурд. Говорит, со мной ничего не будет, мне не отрежут руки, никому не отвязали. Я, конечно, не врач, я просто служил в армии, вернулся с армии, и вдруг у меня мозг намного лучше работает, чем у врачей, которые учились на это, знают. Ну вот, также надо сказать, что там примерно где-то на девятой минуте говорится о том, что его исключили из зала. Обидно, конечно, за парный, потому что то, чем он занимается, никакого отношения к спорту не имеет вообще. Спортивного за то, что он начал колоться, и тренер, видимо, говорит, что, типа, мы такого не принимаем вообще. Ну, на самом деле, да, я могу сказать, что я считаю, что они сделали правильно, потому что даже не то, что тренер это не принимает, но люди, которые занимаются в зале, особенно подростки, такие лет по 15-14, они не увидят быстрого результата у себя и подумают, а вот этот парень, это то, что мне надо. Да, прикол. Тем более, да, они еще же за популярностью гонятся. Представляешь, что чувака не посмотрят сейчас, у него 100 тысяч подписчиков там за неделю на Инстаграме. Какой-нибудь подросток скажет, а я тоже так хочу, и начнет так же колоть, еще дома варить эту хрень. Это полная дичь. Прикол в том, получается, что если что-то случится с ним, он там качает битку, например, у него порвутся битки. И это все на зал. Представь, какая репутация будет во всех газетах, там, в каком-то фитнес-таганрог какая-нибудь, то есть у дня взорвался парень, у него руки просто оторвало, ну и что это? Да, потом он говорит там, что все ему говорят, там, и врачи, и всякие эксперты, фитнес-модели, что типа ему ампутация будет, грозит по-любому ампутация, потому что сосуды там забиваются. У тебя реальная будет ампутация, не обижайся. На ампутации не было, ампутации не было за всю историю. Она впереди у тебя будет, у тебя онемение, нервные окончания. Кровь не проходит и так далее, онемение и всякое такое. А он говорит, не, не будет ампутации, там у многих показали этого качка огромного, от которого он фанатеет, блин. В том, что даже несколько лет назад уже гуляли по интернету фотки этого фрика. Да, это такое страшно просто, динозавр такой. Вот, и, короче, Кирилл не верит, что ему ампутируют руки, и такой, не, не, ничего не будет, буду продолжать дальше. Ну, слушай, ну, надо отдать ему должное, он сказал, что он хочет выглядеть, чтобы его мышцы выглядели не как бодибилдерские, а именно как фриковые мышцы. Ну, да, симсинтольные. То есть, я могу сказать одно, этот парень соображает в том, что он делает, то есть, он, очевидно, добивается свою цель, но он просто не понимает того, какое влияние это оказывает на массы. Он сейчас становится популярным, сейчас много ребят, которые захотят, пускай они не хотят выглядеть даже, как он, но они захотят ту же популярность и подумают, а что бы мне накачать? Если я сделал большую ногу, и тоже будет 100 тысяч подписчиков, или большое ухо, я не знаю, ну, любым вредом. А прикол-то, видишь, в чем, что ему нравится быть популярным? Давай, давай, как мне руки пасать, как? Да как ты хочешь, ты все равно на звезда. Я, конечно, удивлен, но мне все равно понравится это, как бы взгляды ловить в мою сторону. То есть, он говорит, блин, все, он кайфует вообще, все смотрят на меня. И он показывает, вот сейчас даже выпускает. Да, и он пример свой показывает людям, и особенно мелким, мелкие такие, блин, я дрыщ, не хочу в зал ходить, накачай себе тоже, и будут поголовно, короче, дохнуть все, отрезать руки всем будут. Ну, это, конечно, бред полнейший просто. Вот, и, естественно, потом пришла мать, как всегда, они там приглашают родственников всяких. Пришла мать, и я, на самом деле, думал, что мать не особо будет против этого. Но, когда она пришла, оказалось, что она вообще категорически против, чем ее сын занимается. То есть, она там даже плакала, блин. Я в шоке был, я просто пришел, включил выпуск, думаю, ну, сейчас, наверное, что-то будет интересненькое. Посмотрела, когда вашего мама, вот даже меня за душу тронула, ну, потому что ты, окей, ты делаешь это для себя, ты хоть маме не показываешь, он в соседней комнате сидит, просто фигарит себе. А мама из-за этого ночами не спит, ну, блин, это самое родное, что у тебя есть, и ты делаешь такую ерунду. Это жесть вообще. И единственное, знаешь, что еще мне не понравилось, вот тоже, ребят, то, что они начали говорить вот про все эти ампутации, я, конечно, понимаю, что они говорят это ему, но мама находится в зале, и, конечно, вот мне было лично даже за маму неприятно, то, что врачи, эксперты, вы представляете, как это в глазах мамы? Да, да, да. Сидит ее сын, который абсолютно не соображает, что он делает. Точнее, он соображает, но он не думает о последствиях. И все говорят, что ему ругят ругать. Да, и тут сидит мама, и она понимает, что ее маленькому ребенку, для нее он все равно всегда остается маленьким, и ему просто ампутируют руки. Все врачи это говорят, а мама сидит там уже, я даже не представляю, какие ощущения. Ну и также в интернете все подписчики, да, его провоцируют. Да, 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 да. В интернете подписываются, они его провоцируют к этому, а ему еще больше. Как подопытный кролик, так и пишут, ждем, когда же тебе отрежут руки. А вот ребят еще... Тебе руки отрежут там и все такое, и маме, конечно же, это неприятно, да. Конечно, понимаете. Это все на сердце ложится, короче, потом болеть будет. Да, так она даже сказала в выпуске, что она видела, как подписываются люди, то есть она смотрит, она читает эти комментарии, представляете, ребят? А многие ребята, которые не соображают лет по 12-13, они же пишут всю эту ерунду. Да, конечно. Они просто вот куча хейта выливаются даже на нормальных людей, ну так а что говорить, когда ты фрик? Потом еще пришел Шпак, короче, тоже динозавр еще тот. Ну это да, это вообще... И прикол, я думал на самом деле, что он будет его поддерживать, типа давай, дальше колись, а на самом деле он тоже не особо-то поддерживает его. Я могу сказать, что вот сам Шпак, он соображает вообще хорошо. Но у него мозг есть, у него мозг есть. Он даже сказал, да, что он смотрит на будущее, то есть он хайпанул на это. То есть у него это проект, у него проект долгосрочный, он не хочет умирать, блин, а этот чувак хочет видеть. А тут парень, да, не соображает вообще, что он делает. Да, и короче, как мы уже сказали, что Кирилл Терешин, это проект не долгосрочный, да, но он бы хотел, конечно, быть долгосрочным, блин, популярность там, сколько он зарабатывает, 36 тысяч в день приходить. Ну да, но это есть и 12 заказов, может быть, конечно, и меньше, но минимум 3 тысячи в день он получает. Конечно, да, но эти деньги все равно... Это не такие большие деньги. Но этот проект его не долгосрочен, по-любому. Если вы что-то хотите делать, вы должны стремиться делать это на большой срок, чтобы вам там как бизнес был, да, на это, блин, ему руки отрежут и все. Либо просто его популярность спадет, потому что, когда, ребят, быстро популярность появляется, она быстро спадает так же, пикирует вверх-вниз, это просто гарантия. Ну и здесь все равно даже посмотреть, да, вот на то, что мама действительно правду сказала в ролике, то есть она у него одна единственная останется, и он ей... Ее так нервы ей трепет, я просто в шоке, у меня даже слеза. Она сказала, она тоже умрет, типа, если он умрет. Да, ну так потому что она даже рассказала о том, что они долго не могли зачать этого ребенка, он единственный ребенок в семье, и он выделывает такую... Нет, я могу понять, конечно, он хрипанул, но меня больше удивляет то, что он уже популярный, и он продолжает это делать. И он пропагандирует, чтобы остальные тоже... Да. Это я вообще не понимаю. Он хочет, чтобы остальные детей так же, потом мамы плакали. И сейчас, короче, приколитесь, вот он все это влил себе, и 5-7 лет синтол не будет выводиться из рук там. Ну вообще, короче, тело имеет такую специфику, оно выводит все, что ему не нужно. То есть оно не имеет свойства адаптироваться ко всяким там инородным телам. И поэтому синтол – это же масло же получается. Ну да. Считай масло. И тело может его вывести. Но если он будет продолжать колоть вот эту дрянь в себя, то никогда не выведется. Естественно, все там сосуды закупорятся и так далее. Если еще разрывы в сосудах произойдут, это вообще жесть. Заражение будет, и, короче, он откинется точно. Да, при том, что меня еще удивило тот факт, когда ему уже напрямую говорят, у тебя синие руки. Мы смотрим на всех фотках, на виде, ну натурально видно, что он просто синий щелк. Фиолетовый даже. Уже ненормальный цвет. Он просто подходит, парень ему говорит, ну посмотри, у тебя фиолетовые руки. Говорит, нет, у меня все заширнуется. Я вот это просто не понимаю. Как будто парень вообще в своей вселенной живет. Да. Он просто не соображает, что завтра может случиться. Он не верит в то, что это может к чему-то привести. То есть я не знаю, может какая-то секта, или его сильно убедили, но парень настолько сильно верит в том, что это абсолютно не вредно для здоровья, что просто я в шоке. Завербовали, походу. Да, да. Вот, потом, короче, пришел качок. Парень, видимо, я не знаю, кто он выступал где-то. Не знаю, ну такой нормально накачанный чувак. Видимо, ну я не знаю, может тоже с астероидами качается, но это пофиг вообще. Но у него форма хорошая, короче. Вот, они там показали битки. Естественно, у того чувака, который нормально качается, ну гораздо лучше эстетичнее выглядеть, чем вот эти, блин, огромные банки синтольные. Потом, что произошло, они зарубились в варм-рестлинге. Поехали, Андрюх! Андрюх, давай! Естественно, синтол-то не дает вам никакой силы. Это просто масса, это просто инородная тема. Это просто бред такой. Он ничего не даст, ни силы, ни красоты. Ну, хламина полнейшая. Ну, естественно, натуральные мышцы выиграли. Тут, блин, спорить не с чем. Вот. И Кирилл утверждает, что все люди ему завидуют, кстати, да? Да, вот это я тоже не очень... Это настолько мозг повернутый, что он говорит, что мне все завидуют, когда все его обвиняют, говорят, что ты умрешь, тебе руки ампутируют. А он такой, нет, вы все мне завидуете. Проблема в том, что он искренне в это верит. Да. То есть он не прикалывается. Вот что я понял. Он не прикалывается. Он не прикалывается. Все, что он говорит, это реально... То есть он серьезно считает, что это красиво, что это привлекает внимание на стол. Действительно такое. Он серьезно думает, что эта девушка может понравиться. Ну, это полный абсолютно. Потом пришел этот пауэрлифтер Сарычев, да, его вроде? Да, Кирилл Сарычев. Сарычев пришел, говорит, типа, давай я тебе помогу, ну, там, тренировать я буду, накачаешься нормально. Хочу предложить решение. Будет путь чуть длиннее, но я тебе готов предложить свою помощь. Давай я тебя буду вести как тренер. Он отказался. Бесплатно хотел помочь ему. Блин, я не знаю. Но это, конечно, долгий путь, блин, для него это не подходит, естественно. Ну, блин, я не знаю, я бы согласился на самом деле. Да я даже уже не знал, что сказать. Я просто сидел в шоке весь выпуск. Особенно с момента, когда зашла мама, меня это просто убило. Я не понимаю, как можно относиться к близким людям и такую фигню выделывать. Вообще бред. Ну вот, ну и в конце, где-то примерно там, в выпуске, минут за 20 до конца, предложили ему вставить импланты. Были бы деньги, ты бы вставил импланты? В ноги, в руки, в ягодицы? О каком спорте мы говорим? Я за импланты. Ну, то, что девушку вставляют, да, в грозь вот эти. Ему предложили, как у шпаков задницы. Блин, такая ужасная задница, короче. Видел, блин, он там что-то отжимался. Фу, блин, это лошадиная жопа. Ну, это вообще ненормально. Вот, и, короче, ему предложили то же самое, вставить там в бицепсы, в ноги, в спину, во все места, в которые он захочет. И он, вроде, согласился. Не знаю, возможно, блин, он согласится выкачать этот синтол. Ну, как минимум, это было бы более здорово. То есть у тебя все еще будет, инородное тело внутри, но как минимум, оно потом не разнесется по венам, ты не разнесешь какую-то инфекцию, то есть, да, ты проживешь уже подольше хотя бы. Да, то есть, блин, я не знаю, по мне так этот человек просто отбитый на всю голову. У него как будто мозга нет, у него как будто сено вместо головы. Мне кажется, это уже просто без такая неадекватная попытка стать популярным, когда ты делаешь не просто все, а уже занимаешься полностью. То есть ты готов пойти на все, лишь бы стать популярным. Ну, слушай, когда ты зарабатываешь по 35 тысяч в день, когда люди зарабатывают в месяц 35 тысяч, а ты в день, блин, это очень сильно соблазняет. Да, конечно, это сильно соблазняет, но ты можешь зарабатывать по 3 тысячи в день, там, я не знаю, окей, 3 тысячи в месяц, но ты зарабатываешь 10-20 лет, или ты зарабатываешь таким способом 36 тысяч в день через месяц. И откинешься, скорее всего. Тем более, а куда ты потратишь эти деньги, если у тебя не будет рук? Вот это самое основное. Да, новые руки. Типа, да, вот у тебя не будет рук, даже если у тебя есть 20 миллионов. Вот спросите у любого богатого человека, вот у него 10 миллионов, ему нужны эти 10 миллионов без рук? Это жесть. Да, нахрен они не нужны. Конечно, здоровье всегда важнее, а он этого не понимает. Ну что, я... Ну, если подвести итог, я бы сказал так, ребят, вы в первую очередь думаете не только о себе, а о своих близких, потому что, даже посмотрите на эту ситуацию, мама в шоке, он просто доставляет огромнейшее ее чадо, которое рос во всю жизнь с ней, и вы делаете такие вещи с собой, и это как часть ее. Да, это жесть. Короче, ребята, подписывайтесь на наши инстаграмчики, они будут прямо вот тут на экранчике, обязательно подписывайтесь. Да, обязательно подписывайтесь, как нам еще там сказали, две девицы под окном хайп ловили вчерком? Да, да, мы ловим хайп, нам нужно 200 тысяч на канале, поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Но при этом, ребят, главное адекватность всегда, вот это просто запомните, изрубите себя на нас, и не делайте никакие глупости. Да, все, спасибо за внимание, ребят. Всем удачи, пока. Пока. Так не хило.